Первая женщина-летчик в Казахстане совершила свой первый самостоятельный полет на истребителе. Исторический момент произошел в учебно-авиационном центре в Балхаше. Ордана Ботай в небе с 16 лет. Как сбылась мечта, смотрите в сюжете. Готово? Летчик Ордана Ботай готовится к контрольному полету с инструктором. Принимает зачет у первой в военно-воздушных силах девушки сам командир части. Задание – пролететь четыре круга и выполнить упражнения. За штурвалом учебно-боевого альбатроса девушка совершила уже почти полсотни вылетов. До этого несколько сотен часов налетала на легкомоторных самолетах. О небе Ордана мечтала с детства. В 16 лет поступила в авиационный центр. После пыталась попасть в военное училище, но вуз оказался не готов ее принять. Она закончила академию гражданской авиации и все-таки попала в армию. Она одна из первых была, которая пришла в летное училище наше, Актюбинское, и изъявила желание поступить. Для всех, конечно, это был нонсенс. Упорство девушки данное, ее характер все равно привел. Она добилась своего, она хотела летать на военных самолетах. Она этого добилась. После посадки разбор полетов. Когда летчик за штурвалом один, ошибки недопустимы. Последние наставления получены, и девушка готовится к первому самостоятельному вылету. Одна в небе. Первая казахстанская девушка-летчик провела чуть больше 20 минут, которые вписали ее имя в историю. Первые поздравления от командира. Поздравляю. Молодец. Так держать. Давай, больничек. После первого самостоятельного полета летчика буквально носят на руках, а точнее подкидывают. Такие традиции. И раз, и два, и три. Я думаю, не важно, какой пол. Летчику необходимо иметь в первую очередь, наверное, желание. Но я думаю, можно еще больше достичь. Есть желание быть инструктором, если будет возможность летать на бою постребителям. Ольга Севоха, Виктория Буханцева, Руслан Сипен, Уркен Медиа.